Обычно его ждут с нетерпением и радостным предвкушением, но, увы, не в этот раз. Речь идет об отпуске, в который из-за пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, отправились игроки ФК Тюмень. Турнир ПФЛ, в котором выступали сибиряки, был завершен преждевременно. Информация о том, что чемпионат профессиональной футбольной лиги завершен досрочно, была опубликована в официальном твиттер-аккаунте РФС 15 мая. ФПЛ играет, почему мы не можем доиграть? Тоже без зрителей так же провести, даже в одном городе можно собраться, доиграть, грубо говоря, эти матчи. А с другой стороны, понятно, там директора все сидят, они же умные люди, и общие сведения все эти рассматривают. Это опасно, может, с другой стороны, чтобы эпидемии не вызвать, все равно понять можно. Если смотрели чемпионат, вот как раз Бундеслига начала, и на замене сидели игроки через три сидения. И это же все равно выглядит как-то, это, во-первых, опасно, как мне кажется, и лучше переждать, я считаю, вирус этот. Итоги чемпионата подведены по состоянию на 17 марта 2020 года. Наш клуб, выступающий в зоне Урал-Приволжье 2-го дивизиона, занял 10-е место с 14 очками. Столь низкая позиция сибиряков обусловлена наказанием в 12 баллов, которое последовало после обращений бывших футболистов Тюмени в спортивный арбитражный суд. Но сейчас мысли как руководства клуба, так и игроков уже в следующем сезоне. Если мы в середине июня выйдем, тренироваться, и в середине июля чемпионат начался, то месяца хватит. Ну, сейчас посмотрим, у кого контракты закончились, сейчас посмотрим, кого оставить, кого может. Две-три позиции там укрепим, посмотрим. Может, молодых, может, своих местных там добавим, посмотрим. Тот чемпионат нам ничего не давал, очки у нас сняли, поэтому нам без разницы было там доигрывать, не доигрывать. Но даже во время самоизоляции, находясь в ожидании ответа, будет ли доигран чемпионат, футболисты Тюмени продолжали тренироваться дома, выполняя комплекс упражнений, который разослал игрокам тренерский штаб. Все группы мышц, как бы, все равно, что все в тонусе держали, не только ноги, что и ноги, пресс, спина, верхний плечевой, то все равно, как, если одно качаешься, это другое сразу слабеет. Полтора часа это, как правило, уходит. Но это различные планки, работа с резинками, и вот статические упражнения, пресс, спина, отжимания. Ну, в общем, классические упражнения, которые мы также после тренировок делаем, перед тренировками, чтобы тело держалось в форме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова